Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас рада приветствовать! Сегодня замечательный день. Солнце не так сильно жарит, а это значит, что я могу заниматься сегодня делами. Да-да-да, да-да-да. И Рейка тоже. Сегодня у меня запланировано много дел. Мне нужно довысадить цветочки в полисадник, как я и хотела в предыдущем ролике. И еще, вы помните, что мы заказали палочки для подвязки малины, и их я сегодня тоже буду устанавливать. Оставайтесь со мной. Рома заказал табличку на дом, которую очень хотел. Выбирал-выбирал долго. Кстати, вот тебе витаминки. Поправляйся. Я уже съела. Очень вкусно. Кстати, теперь пойдем вешать табличку, которую он заказал. Вам интересно, что на этой табличке? Я, если честно, когда увидела, я немножко была поражена. Успеешь. Покажешь потом. Интересно, да? Осторожно. Осторожно. Нафаня. Здесь живет Нафаня. Да ладно, это Рэй. Такой вот самодельный. Ты? Кто? Крепеж? Крепеж. Да. Погода очень хорошая сегодня. Прям замечательная. А завтра Роме надо ехать в поликлинику к врачу. Неизвестно, что там скажут, да? Чё-то нифига не легче. Да. Чё тут? Утром просыпаешься на давлении. Давление и кашель еще, да? И кашель, да. Собак не сколебал уже. Кашель меня прям подбешивает. Угу. Сколько он уж тебе? Чё давно. Недели три, что ли? Чё-то давно. Не знаю, может выпишет, может нет. Не знаю. Ну нет, от давления-то оно вот оно и это. Но все равно вот я вот поспал. Вот эти люди ездили, учебники поучили. Угу. В итоге 135 на 91. Нижний мне не нравится давление. 91, которое... Угу. Да, это ближайший шарбунь вообще. Ни у кого же Ваня не будет. У меня будет. Я-то само собой. Рэйка, ты мой хороший. Ты мой золотой. Прикинь вообще, в натуре, блин. Только я могу так. Ну-нам. Хех, я любитый. Рэй, не сядь, погоди. Рэй, да погоди. У нас уже тут модернизированная калитка. Ага. А теперь будет модернизированная топлива. Ну она на месте. Ну я поняла, поняла, на чем она есть. Ай, как их называют, что это? Хмуты? Ага. Стяжки. Стяжки. Электром... Рэй, я же для тебя старался. А ты меня еще и обматерил. Вот так вот у меня... Другану сделал, к счастью. А он меня еще и обматерил. Сейчас втянушу. Ай, по идее, я думала, она как клеится. Она не срена. Ну вот у меня опять вот жар вот из носа идет. Да? Да. Вообще не понятно. Как это папа выбрал? Ай, иди покажу. Приукрасили. Приукрасили. Да, да, да. Рэйчик, папа приехал. Да, встречай, иди. Папа, встречай. Папа приехал. Да, да. Папа приехал. Привет. А, вот. Привет. Привет, в общем, как бы и хорошие новости, и печальные появились. Вот. Печальные... Давай с хороших начнем. То, что чуть-чуть больничные продлили. Да, это чем хорошо, то, что я немножко долечусь. Как бы давление, оно как бы скачано. Но оно сегодня заколебало, блин, 160... Ой, вру. 156 на 106 аж было даже. Надо я замерял. Почему? Может спросить, что у меня в руках. Потому что у меня тут врач... У меня, короче, насморк появился. Вот. Был еще вчера-позавчера. Да кутяй, кашля не проходит. Ну, я рассказываю, может, кто видеть будет, не будет смотреть Новый, кто на канале, блин. Недели три уже, наверное. Скажите, что я дома вообще валяюсь. Вот я вам рассказываю, что я дома валяюсь. То есть началось все с давления. Сейчас еще прибавилось, походу, у ОРВИ. А, ну а так как я-то понедельник, у меня тут... Хиболь и кашель, короче, все, что-то меня одолело нафиг, все и сразу ничего не помогает. Вот уже все перепробовали, короче, от давления. Новые средства выписаны от ОРВИ, блин. Ну, порекомендовали, видишь, ОРГОФЕРОН. Это врач, да? Да. А я говорю, что за средства? А он от чего? Потому что расскажете. Она говорит, ОРВИ, противовоспалительная, антигистамина, короче, рассказала. Я человек в этом синеме шареще. Ну, слушайте, прям нормально будет, да? Да, она говорит, я говорю, с другими лекарствами, как бы вот с таблетками, со всеми остальными, она говорит, вроде нормально сочетается, я думаю, ладно, посмотрим. Так что вот. Будем лечиться. Это все равно, покупно. Еще что-то хотел добавить, пару таблетки. В общем, еще температуру надо забивать. Протестам он мне что-то не помог. Может, поможет, Дорога Федорова. Потому что, ну, как бы один раз тоже мне выписывали, что-то я не послушал. Купила налог и что-то нафиг. Водолил тоже не по-детски. Так что порекомендовали, будем пользоваться. Я даже помню то, что когда у нас Оля маленькая была, и вот как раз шесть лет исполнилось ей. И врач нам прописал как раз эти вот таблетки. Нам, кстати, Оле помогли. Да? Да. Ну и эти должны мне помочь. Мы расскажем, естественно, о своих наблюдениях. В выходных выйдем на связь. Потому что что-то и давление скачет, и все. Что-то мне прибило. Что-то ты совсем расклеился. Давай поднимайся. Вот тебе начало лета. Блин, вообще капец. Уже июнь почти заканчивается. Дедушка странная, все, пенсионер. Опять дедушка. Таблетки, давление. Капец. Даже пришлось и этот пульсометр покупать, да? Да. Тонометр. Тонометр. Ну, плюс-минус, да, я насказал. Да. Да, извиняюсь, что не бритый, потому что что-то как-то неохота и бриться. Мне каждый божий день уже надоело. Так правильно, с таким давлением. Да еще и уколу, кстати, доколю, которые у меня остались там 4 или 5 уколов. Вот. Ну и как бы он есть со всеми уколами и таблетками у нас совмещается, значит, мне должно быть легче. Те врачи сказали, у нас все совместимо, да? Да. Ну, все замечательно. Они сказали, что у меня в понедельник выписка. Я говорю, а если у меня ничего не пройдет, то, ну, батенька, в понедельник будет понедельник. Ну, как бы я все рассказал про свое самочувствие. Что еще добавить? Ягоды были вкусные. Даже собаку поел. Со спины у него ягоды нет, на войс. Не пойму. Ну, он сейчас прям спиной прям в ягоды. Ой, мама, надо было увидеть. Собакин. Ну, так все, друзья. До связи. Или я тебя что-то перебил? Да, а сейчас вопрос. Какие ягоды? А, ты земляника. Далее вы увидите, как мы вчера ездили за земляникой. Вот, может быть, кстати, после этого у тебя еще и больше давления поднялось. Так он дышит, что я ничего не ел, кроме как сидел на заднице. Но все равно. Ну, да, занагибался прям. Пять раз от силы нагнулся. На трех полянах рисовала кучу ягод. Капец. Это, я считаю, я бы ничего не делал. А теперь вернемся во вчерашний день и посмотрим, какой он у нас был. М-м-м. 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 М-м. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы приехали за грибочками проведать и наткнулись на ягодки. Наткнулись на ягодки землянички и шаблонку. Кто как эту ягоду называет, кто шаблонка, кто как. Вкусно, Рэй? Взяли с собой собаку, мало ли, медведи или еще кто-то. Почему? Мы ехали в машине, Рэй первый раз ехал. И, честно говоря, он на женщину на одну налаял. Ну ему что же надо погулять? Мы его обработали от клещей. Так что думаем, что все будет хорошо. Ну он и так обработанный под уколом, но еще и спреем. Кое-как мы ему спреем на пшикале. Он вон вырывался. Меня царапнул, но это ничего. Вот так. Мы будем собирать вот такую вот замечательную ягодку. приехали отдохнуть, подышать воздухом, ну и прогулять собаку. Да, моя? Ай-то мой хороший. Стой, стой, стой. Ну погоди. Ягоды с куста. Не надо извязать. На, вот так вот. Ой. Вкусно? Не понравилось. Не понравилось? Не, я вообще ехал за грибами. Настя, не масте ягоды. Взяли с собой косу на всякий случай. Мало ли, какие-нибудь животные будут. Мы находимся недалеко от дороги. Ну, в смысле, как недалеко. Далековато, но и не близко к дороге. Уже здесь прям ягодами так пахнет. Так пахнет ягодами. Прям вообще красота. Буду я тоже собирать ягодки. Время у нас вечер. Вечерний вечер. Вот решили съездить. Недалеко километров 10 от дома. Больше? Ну, 50 километров, не знаю. Потому что Тольский Майдан у нас... 9 километров. Сколько? Тольский Майдан 9 километров. Не знаю, мне даже далеко. Далеко. Я потом засеку под машину. Хорошо, а потом засекай. Рэй от нас никуда не девается вроде бы. Не бегает. Он у нас молодой. 8 месяцев ему. Для новых зрителей, кто не знает. Да, Рэйка? Первый раз он в машине ездил. До этого мы только ездили в ветеринарку. Да, укольчики делать. Но ветеринарка, честно сказать, близко от дома. А тут так далеко уехали. Хорошие достаточно ягодки. Да их тут прям вот... Я не скажу, что много, но есть. Да? За папкиными следами. Побегай. Хоть немного. Побегай. Пошли крупные ягоды искать. Побегай. Вон ягода прям под ногами. Ладно, я сейчас все равно соберу. Вон еще, вон прям. Вон прям. Это мне интересно. Рэй, ко мне. А это моя-то. По-моему, больше в ведерке, чем у меня. Офигеть, это того стоит. Это, блин, вот. Вот нифига не скажу, где я нахожусь. Ладно, шучу. В сторону Саранска надо ехать еще. Но место я вам не скажу. В общем, что? Ехали-то собаку прогуляться, как всегда. И в итоге грибов поглядеть. Ну, в итоге нашли получше чуть-чуть. Так вот история о том, как сборщик трансформаторов наткнулся на ягоды. И теперь собирает ягоды. Они трансформаторы пока больше, чем у меня, но ничего. Так правильно, я тут отвлекаюсь. А он как... Раз-раз-раз-раз-раз-раз... Да, поляна. Хотя раньше не любил ягоды собирать. Что? Ты. Мелкий никогда. Мелкий, говорит, никогда. Ну да. Сейчас покажу, какая поляна. Наткнулись. На самом деле, да, поляна не одна. Вот. Да, здесь прям усыпано все. Море. Море ягоды. Море-море. А ведерко, вот, представляете, вот одно маленькое такое ведерко 500 рублей стоит. Вот, продают люди. Вообще классно. А мы вот за бензин собираем и за удовольствие. Да? Ну, машина сюда нас привезла. Бензин-то потратился. Ну да. Ой, уже слепни, ё-моё. А, понял. Ну да. Да-да-да. Машина же сюда привезла? Нас. Главное, говорит, что вывезла. А Рэй муравейники почему-то раскапывает. Ему что-то не нравится. Не знаю. Мы ездим максимум 80 километров в час. Потому что у меня сейчас колеса жду, когда с Яндекса две покрышки придет. Больше 80. У меня там полито восьмерка просто идет, короче. Угу. Заказал себе покрышки по 2 500. Белорусская шина. Белорусская шина, да? Угу. Понятно. Но дешевле даже, чем Кама нафиг вышла. Ну, Кама здесь от 3 800 идет. 175 на 65 и R14. Я офигел вообще. Такое говно продают. Слушай, я такое же говно за 2 500 проще куплю еще. Так что сезон 2 хватит. Такая разница. А здесь тоже новый продают. А-а-а. Только говно каморское. Дубовые резины, блин. Может, это поверхность будет? Ну, может, не знаю. Я не могу 80 ездить. Просто я 150 на этой машине шпарил. У меня 80 уже ни о чем. Слушай, уже комары много. Комаров. Да, давай. Да, мы собираем очень... И слепный что-то появились. Только вот только говорили, что нет никого. Да, блин. А налетели. Да. Сейчас есть муха. Да, собираем вот эти 2 ведерка и поедем. На сегодня хватит, потому что время уже 7 час вечера. Да, кто там в гости собирался, так-то никто и не едет. Хотите, мы вам места покажем, кто приедет. Вон слепный сидит. Тем более у меня скоро отпуск. 8 июля, я надеюсь. Ну да. Не хочу отхожу. Надеюсь, ты в отпуске хотя бы не будешь болеть. Я тоже надеюсь. Вот такая красота. Это в Лукаяновском районе. Офигеть вообще. Ну, грубо говоря, в Починковском. Красиво, да? Ну да. Ну, не более недалеко от Лукаяновского. Огонь вообще. Как в Сибири, как в Натай. Да-да-да, города. Глубин. Классно. Вот ни на что это не променяют. Да? Да, на город. Здесь покруче. Чисто отдыхает. Ты видишь, это не стремились, но это задобили. Прикольно. Ягоды хожи живы. Огонь вообще. А машина у нас вон там еще. Да, я сейчас в грибные места найти. Найдем грибные. Да, Рай? Все равно они плохо набрали. Немного уж стряслось, пока везли. Но ничего. Одно такое целое ведерко получилось. Я помыла ее. Сейчас переберу, которая плотная, в тарелку уберу. А которая мягкая, совсем разваливается. Можно будет с песочком перемешать. Будет как свежие ягоды. На хлеб, например, намазать. На булку. Он вкусным будет, я думаю. Да, вот эта вот ягода с сахаром. Это прям вообще бомбезно. И еще, кстати, если помять и молочка налить, это будет вообще мое детство. Ну и, наверное, детство тех, которые жили до 90-х. Сейчас уже, наверное, только деревенские дети, наверное, знают, что это такое вкусное. Что сюда еще молочко добавите. Прям объедение. И тюря. Помните из детства? Из детства тюря. Вот кто последний раз ел тюрю? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я ела ее очень и очень давно. Со вкусным таким молочком. Со вкусным хлебушком. Так, вот столько у меня ягодок здесь осталось. Я их, наверное, скорее всего, либо заморожу, либо просто так сейчас съедят. Друзья, вчера нам не удалось посадить то, что я хотела. Цветочки. Ну, ничего страшного. Потому что мы приехали, и сразу такой ливень пошел, что потом просто не выйти было. Да и сразу потом дела нашлись. Вот. Сегодня уже следующий день. Сегодня я хочу посадить тыкву капельку. Мне пришла... Ой, прошу прощения. Улыбку. Да, сегодня уже конец июня, но ничего страшного. В общем, я на Валберес немножко, как сказать-то, опрофинилась. По отзывам все там, все было отлично, все хорошо. Семена Алтая. Уже я очень сильно насмотрелась Вику и семена Алтая. И мне захотелось такую тыковку. Я ее заказала. Она сегодня пришла ко мне только от садов России. Ой, Сибирский сад, прошу прощения. Там совсем немножечко семянок. Вроде как она должна успеть. Но хочется мне поверить в это. Сейчас у нас будет немножко прохладная температура. Потом через неделю по прогнозу идет там 27, 28, 30 и даже 31. То есть я так думаю, что если сейчас я посажу, сейчас я буду поливать ее каждый день. И она успеет. Возможно, она успеет. Сентябрь у нас в Нижегородской области еще теплый. Поэтому я думаю, что она должна успеть. Все-таки же она маленькая. Там должна, 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 должна. Вот кабачки, которые я пересаживала. Вот это у меня ниточками. А вот это уже новые семечками вылезли. Вот тоже, смотрю, вылезли. Вот вылезли. Значит, скоро я их буду рыхлить. Вот я гляжу, тоже семечек вылезло. Так, где тут еще? Где-то я еще тут видела прям большую. А вот, вот тоже кабачочек вот вылез. Даже вон вылез. Вот. А здесь вот я думала, что тоже совсем все плохо. Видите, какой стволик получается? Никогда больше не буду сажать. Тигренок. Никогда больше не буду сажать. Вот таким образом. Через рассаду. Вот так вот буду. Семенами. Мне больше не понравилось так. Что-то растет пустоцветами. Но я говорю, навряд ли что-то будет. Потому что стволы прям вообще тонкие. Тонкие. Мне кажется, вот это вот прям догонит. Сто процентов. Наверное. Это вот укоренился сам по себе. Вообще хорошенький. Встал. Сорвали два перчика. Это мини-оранж. Вот они такие классные уже. Созрелые. Мы, кстати, уже два съели. И вот два берем. Сегодня сделаем пиццу. Да? Да. Вкусную. И туда положим эти перчики. Мало, конечно. Но на этом, как говорится, спасибо. Я же тут все любуюсь красными настурциями, которые у меня растут. Вот еще одна скоро должна распуститься. И я все переживаю за дядюшку Ши. Я, в общем, скоро на днях сюда вот земельки подсыплю. И вот эти стволики засыплю. Так мне порекомендовали. А еще я посмотрела. Дядюшка Ши-то зацвел. Ой, как здорово. Значит, дядюшка Ши зацвел. И будет, возможно, плодик. Не знаю. Пока, наверное, скорее всего, всегда первые-то пустоцветы идут. Даже трогать пока не хочу. Да-да-да. Первые-то пустоцветы идут. Вот. Но тут еще очень много цветов в завязи. Ой, как я рада. Может быть, все-таки у меня и удастся. Дядюшку Ши-то и вырастить. Я прям очень хочу вырастить дядюшку Ши. Маленькие такие вкусняшки. Маленькие дыньки. Ну, а на этом мы с вами попрощаемся. Спасибо, что вы были с нами. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok